Друзья, всем привет! Здравствуйте! Решили мы все-таки прокатиться в Юрьев-Польский, город посмотреть, обстановку поменять, заодно заехать в ветолабораторию, куда нас направляли из Александрова, и сдать на анализ, попробовать сдать на анализ корм, комбикорм. Пообщаемся вообще по этому поводу. Еще в этом видео покажем вам немножечко про город, наверное, да? Может быть. И будет одна очень удивительная для нас беседа. Наверное, мы вам ее или расскажем, или покажем. Оставайтесь с нами. Тут уже дорожка такая, не айс. Да. Не знаю, никого не любят. Вот и проверим стабилизацию. Подпрыгиваешь только к кузнечкам. Так. Поля, а не сажают. Ага, классно. Очень приятно. Правда, класс, когда обработывается поля? И снега на полях нет. А это значит что? Пустые колодцы и воды мало. Да, абсолютно. А если еще лето будет? Если будет жаре. То будет проблемы будут. Да, земля не пропитается водой. Тайни у снегов. Но у нас осень дождливая была, по-моему. Да перестань ты обычной осенью. С водой могут быть проблемы, если будет слишком жаркое лето, не дождливое. Потому что снега реально нет. Куда мы едем? Мы едем в ветеринарку, Юрий, в Польшу. Попробуем сдать корм на анализ. Ну так, чтобы понимать вообще процедуру. Я звонил, сказали, что они могут сделать только проверку на токсичность. Я спросил, а как же на бактериальную осемененность? Вы же тушки делаете. Короче, не хотят они делать. И сейчас мы попробуем поинтересоваться более настойчиво. Сколько это будет стоить, узнаем. На токсичность нам объявили полторы тысячи. Вот так тоже от Балды объявляют. Сейчас хотим, может быть, спросить у них. Ну в общем, короче, посмотреть. Вообще, поспрашивать, чего, как. Какие они там анализы тушки могут сделать. И посмотреть Юрий Польский, ребенка показать. Короче, хоть куда-то выехать в новое место. Мы едем в государственное же, да, учреждение? В ГБУ, да. Не в частную какую-то лавочку. И поэтому, если там, в принципе, не могут сделать, как они говорят, на микробиологию, то вопрос тогда, они должны куда-то отправить, наверное. Во Владимир отправить. Или куда еще подальше. Вот мешок. Я его бережно сохранил. Здесь какие-то, смотри, пятна пошли на этикетке. Что это такое, плесень что-то? Нет. Этот цвет какой-то не плеснялый. Короче, ладно. Так. А, это срок годности, видишь, буквы, наверное, поехали. Краска синяя. Да как вот отсюда-то как это? Что это? Не знаю. Короче, мешок какой-то, смотрите, стал разноцветный у нас. Этикетка именно. Мешок-то чистый, покажи. Так, ладно, значит, вот. А для бройлеров от 25 по 42 день это финиш один. Открываем. Слушай, а ты его полностью хочешь открыть? Да, я не взял, чем завязать его. Хотел взять и забыл. А веревку, когда ты откроешь, останется же у тебя. Дри раза скрутим. Виртуозное открытие. Вот видишь как? Скрути ее сразу аккуратно, чтобы ее можно было использовать. Так, вот, смотрите, значит, комбикорм. Нам сказали килограмм. Держишь? Да. Сейчас мы вот чистую банку я взял. Чистой баночкой насыпем в пакет. Ты два пакетика, да? Два пакета, да. Мы не жадные, мы насыпем побольше. А вдруг у нас возьмут и на эту, на микробиологию все-таки? Сколько здесь будет? Да он легкий на самом деле. Еще бы, наверное, надо было. Ну, давай еще. Ну, там килограмм точно нет. Кстати, зачем килограмм? Не знаю. Может, кормить нечем животных домашних? Ну, я бы не рискнула кормить то, что приводит на анализы. Да ладно. Так. Все, мешок ставим. Сможешь? Давай попробуем. Сейчас зависать. Давай. Ну, а тут есть точный килограмм. Все, поехали. Все, пошли. Покатили. Пусть-ка, руку мне. В общем, это государственное, бюджетное, унитарное предприятие, да, как я понимаю, расшифровывается ГБУ. Вот. Там берут, мы видели на анализе молоко, люди приходили сдавали, да, там можно животное привезти, посмотрят, что-то как. Есть аптека ветеринарная, в которой ничего толкового нету, вообще практически ничего нету. Кроме альбена, и что там мы видели, стопкоокцид там, вот, ну, хоть как-то коксидиостатик есть тоже не было. Ну, там что-то для кошек-собак такое. Да, ну, в общем, выбор небольшой совсем, я вам скажу. Так, что еще там? Никакого ажиотажного спроса, никакого народа там, никого вообще в помине, и тишь, гладь, божья благодать. В общем, приехали мы в эту лабораторию, там довольно-таки быстро нашли, в какое окошко нам обратиться. Немного народу, там двое человек, вот мы видели, заходили, что-то там сдавали и пробирки какие-то забирали. Там делают анализ на молочку, я так понимаю, там у них в месте, где мы сдавали комбикорм, лежит прескуран только на анализы на, это самое, на какую-то там молочную продукцию, какие-то там заболевания, мастит-то они определяют, да, по молоку, там, в общем, какие-то такие вот моменты, связанные с молоком. По комбикорму они сказали, да, давайте мы сделаем анализ, анализ только на токсичность. Женщина, которая принимала у нас анализы, все приветливые, все довольно-таки такие добродушные, очень это здорово было видеть. Она, значит, созванивалась с заведующей, спрашивала, на какие анализы мы можем сдать, в итоге мы смогли сдать только на токсичность, можно было сдать еще на нитраты и нитриты, но потом в разговоре уже с заведующей мы поняли, вернее, нас убедили, что это нам абсолютно не нужно и бесполезная трата денег. За анализ с нас взяли 1150 рублей, да, плюс 60 рублей какие-то документы там подготовки. Да, подготовка документов. На нитриты и нитраты могли бы тоже сделать, там цена возросла бы на 500-600 рублей, да? 500 рублей. А во Владимире какая-то центральная лаборатория по России, вот у них есть филиал во Владимире, где могут сделать. Ну так же мы в Москву скорее проще отвезти нам, чем туда. Так что, вот, после того, как мы, значит, Лена запомнила, запомнила там кучу бумажек в количестве пяти или четырех, там, да, 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 как будто, я не знаю, мы сдавали... Акт на утилизацию, акт на сдачу, какая-то бумага еще, согласие, отказ от чего-то еще, короче, там столько, такое ощущение, вот слушайте, когда паспорт получаешь, меньше заполняешь документов, честно, вот там просто тьма. В итоге потом нас направили в бухгалтерию, там через центральный вход, мы зашли в бухгалтерию и к нам спустилась заведующая эта лаборатория. Мне кажется, там кабинет прям ее, может, она мимо проходила? Нет, со второго этажа она спускалась, да, она ушла на второй этаж, когда-то пошла платить, я с ней еще беседовал, да, и она ушла наверх. Ну, расскажи, что там. Заведующая лаборатория поинтересовалась, почему мы сдаем корм на анализ, вот, мы, соответственно, рассказали ей эту историю о том, что у нас птица запоносила на конкретном корме, и у нас есть подозрение, что именно дело в корме, а не в чем-то другом. Вот, и тут, в общем, мы сказали, что мы сдаем корм на, по рекомендации и по возможности, только на эти токсины, а хотели сдать на микробиологию. Она спросила, а зачем вам, типа, эта микробиология, что вы там подозреваете? И тут для нас случилось открытие вообще. Ну, мы сказали, в свою очередь, что мы подразумеваем патогены какие-то, да, кишечные там инфекции и так далее, бактерии, не нужные в корме, а конкретно, возможно, что и колебактериоз у птицы, да, который вызывает уже параллельно и водянки, там, СВС и так далее. Как следствие. Как следствие, да, потому как признаки по поведению птицы очень похожи, вот. А почитав информацию об этом заболевании, распространиться она могла, там, да, грубо говоря, это яйцо, цыпленок зараженный уже, а если извне, то это вода и корм. Но воду мы отсекаем, потому что воду мы используем... Дикая птица. Но у нас нету доступа ни дикой птицы, не привозили мы чужую птицу. Ну, просто с тебя числяешься. Соответственно, там остается, да, остается вода и корм. Вода у нас одна и та же, все время используется не только для этой птицы, а для всей, которая в хозяйстве находится. Ну, соответственно, остается только корм, вот. Мы, как бы, ей вкратце изложили эту нашу версию, на что получили просто убивающий ответ. Она сказала, что коли бактерия птица не болеет, коли бактериозом птица не может болеть, у нее температура тела 42 градуса. Вы не знаете? А коли, да, значит, гибнет при 37. Что-то из этого предложения мы точно не знаем. Я ей сказал, знаете, вы до нас открываете новые какие-то вещи просто-напросто, потому как по нашей информации коли бактерия гибнет при 60, на что она ответила, ну, при 60, если вы варите, кого варим? И почему при 60, и как это варить при 60? Да, и как это связано с тем, что при 60 она гибнет, когда ее варит, а так она до 37 только живет. Слово варит подразвивает 100 градусов. Да, ну ладно, в общем, здесь непонятная система. Ну, короче, сам факт, что... Когда Сашка сказал, ты помнишь, что ты это, открытие для нас это, она так-то... Ну, вы мне не верите, что ли? Я вообще заведующий лабораторией. И меня в первую мысль вот это и пугает возникло. После этого, если бы она была рядовым сотрудником, это бы, может быть, не казалось таким жутким. Да, ну, в общем-то, и у нас сейчас, знаете, в подвешенном состоянии едем. У нас вопрос, реально ли вот правы Дима Бочаров, Елена Коптева, что профессионализм на таком уровне, Виктор Светличный об этом часто говорит, что просто за голову хочется схватиться, ну, вот как бы вот так. Мы вам вставим там какие-то фрагменты нашего вот этого посещения, да, и, возможно, если получится кусочек вот этого разговора, но там плохое-плохое качество будет, за качество сразу извиняется. Вот уже две птицы, ну, две партии там коротых, они сдохли, нет, они не сдохнут, они просто различны страшным поносом, да, вот, и мы хотим для себя выяснить, кормить дальше этим кормом, улетая какой-то там... Токсичность. Да, или что-то там... Да, или что-то там... Вам не надо же подозревать, знаете, что микробиология? Выходили микробиологию, не хватили. Биологию не делали, но только токсичные не делали. Ну, значит, это животное. Токсичное животное делали. А токсичность не расскажет и покажет какая-то, если там микробиология? Покажет все. Если токсичность есть, покажет. А если нет токсичности, а в микробиологии бывает такое отдельно? То есть там, допустим, какая-нибудь палочка есть? Если она токсична, таксичность покажет. Никробиологию мы не делаем. Вот у нас подозрение на колебактериоз у птицы. У колебактериоза птицы не выбор, потому что температура 42 градуса. Тепература 42 градуса. Коль бактериоза быть не может. Она растет от тети. Возможно. Именно вот колебактериоз? Нам открываете кроматный мир заново. Серьезно? Ну, извините, не знаю, как я вам еще сказать-то. Я вообще-то завершила брату, и я вернусь шпихом не буду. Ну, при чем тут вот это-то? У птицы 42 градуса. Это знаете? Ну, мы знаем, конечно. Почему коль у птиц может быть у птицы? Когда 42 градуса. Ну, Коля же гибнет-то при 60. Когда варить его. А в животных-то? При чем тут это? То есть вы считаете, это не может быть, да? Ну, вот из-за этого. Серьезно может быть, а если нет. Ну, конечно, блин. Это было сильно. Сильно. Я до сих пор в таком немножко, знаете, пыльным мешком как будто шарахнули из-под комбикорма. И мы поинтересовались, как бы, не специалисты же, да, в этой области. Мы поинтересовались, а что нам токсичность может показать? Нам сказали, что если у вас проблемы в корме, то токсичность покажет все. Что все непонятно. Сказал ты тоже человеку, у которого калибактериозы не бывает. Она, я ей спрашиваю, то есть если там есть бактерии, как токсичность может показать? Она сказала, может. Все покажет. Все покажет. Ну, короче, в общем, сдали мы корм на токсичность. Просто так ради себя, просто понимать, что и как там, какие хотя бы пункты нам там распишут, что за токсичность. Вот. И едем мы обратно, короче. Погуляли немножко по городу, там посетили мы два храма и едем обратно. Юрий в польске. Потому что мы сейчас в польске. Мусенька, ты хочешь в Боженьке сходить в гости? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Старинное сооружение на Бутовом фундаменте. Полностью из дерева деревянная крыша, деревянный купол. Красота какая. А вот свод, или как, не свод, крышу выложен из кирпича и заканчивается таким маленьким куполом. Что крыша, а то ровно как у нашей церкви. Практически в том же месте. Я просто узнала по звуку, что именно вот это и происходит. Понимаешь? Да, у нас на нашей церкви тоже такой же звук во время ветра. Но мы будем надеяться, что ее отремонтируют, эту крышу. Вот нашу вряд ли. Видимо все закрыто. Только вон киска видишь за окном черненькое. Ты пробовала? Закрыто. Ну все, пойдем. Ну ремонт, наверное, закрыт. Вот киска, ты сейчас с тобой разберется и идет к тебе. Скорее ноги делай. Куда ты рвешься? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 1234 год. Обалдеть. Что это? Не могу понять. Представляете, вот в этом как-то высечь можно такие узоры и рисунки. Вот камень отдельный, да? Элемент строения, и он весь расчерчен рисунком. Вот тоже самое. Красота. Вот такие лики святых прямо на стенах. Обалдеть. А вы говорите, технологии современные. Вот попробуйте такое сделать. Без лазера до ЧПУ. Кому памятник, Ален? Вот, вот эти лазера там. А что они делали? Они защищали нашу родину. От кого? От врагов. От врагов, правильно? Мою родину защищали. Твою родину? А твоя родина-то какая? Россия. Россия? Ну что ты так тихо говоришь? Говори громче. Нет. Россия. Солдаты защищали родину от врагов? Да. Они герои? Угу. Расскажи стишок, кто нас с мамой? Соседник. Никого всех победит. Ну, конечно, это мой папа милый, дорогой. А в день холодный февраля? Отдравляю папу я. Он соседник, он герой. Убил папу и семьей. Очень хорошо. Поклон. Молодец. Браво. Вылезите, пожалуйста, из сцены. Свято-Покровский храм. Год постройки 1769. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Всего доброго! Всем пока! Удачи! Ну, насколько я понимаю, если я, конечно, вообще что-то понимаю в этом мире, заведующий лабораторией, это, правильно я понимаю, ветеринарная вышка? Ну, в принципе, да. Может это быть не ветеринарная вышка? Ну, за технику и кто сомневается, все-таки это же ветеринарная лаборатория, наверное, ветеринарное образование должно. Ну, что-то, я не знаю, да, может быть, каким-то лаборантом там, биохимиком, например, я не знаю. Да сейчас, Лен, у нас сейчас он авиацией, директор мебельной фабрики руководит. Все у нас может быть. Хорошо, то есть, если она ветеринар. Я вызвала такого ветеринара на дом, предположим, да? Ну, не то, что на дом, не то, что там вызвала. Но вот такой ветеринар я вот нахожусь в зоне его компетенции. Я привожу ее, приношу ей, пускай, допустим, да, там птицу упадешь или больную птицу. Что она мне скажет органолептически, если не бывает заболевания колебактериоза у птиц? Не знаю. Ну, знаешь, давай так, может быть, затмила человека, ошибся. Это с каждым случается, правильно? Нет. Нет, Саша, это не случается с каждым. Ко мне человек приходит, показывает мне анализ воды, говорит, у меня плохая вода, подберите мне систему. У меня затмит, и я вообще не то сделаю, да? Я его на обменную смолу вляпаю, когда у него жесткость никакой вообще, мягкая вода. Это вот затмило. Это то, с чем вы работаете каждый день. Нельзя не знать, что колебактериоз – это очень распространенное заболевание у птицы, которое несется через все на свете, через что оно не передается. Только, наверное, по воздуху и то вопрос. По воздуху и то некоторые... В некоторых статьях пишутся, что есть. Да, некоторые статьи, что она, типа, чуть ли не вирусной этиологией имеет. Нет, вполне возможно, пыль от корма, например, какая-то там. Вот с пылью, ну, может быть, может быть, не знаю. Но это как окцидиоз тоже, типа, по воздуху-то не должен передаваться. Но, блин, остается фактом, что такое некоторые ветеринары ставят, что передалось по гору. Ну, не знаю, я такого не встречал. Это такая версия у блогеров. Да. Ну, проскакивает, значит, может быть, перестал. Ну, вот такой ветеринар и приехал. Вот такой ветеринар приехал, полипоксервоз быть не может, значит, у вашей птицы прыщ на жопе. Отчего ветрянка. Короче, очень удручающее состояние получается какое-то. Как будто вот реально, знаете, сама не знаешь, что образование не имеешь, да и бежать некуда. Вот ну некуда, потому что не осталось то ли специалистов, то ли не осталось у людей желания что-то знать. Осталось желание только бабло с кого-нибудь скосить бы и все. Кто, у кого что, побыстрее бы за... Прости, господи. Так погано, прям поганенькое чувство какое-то. Вот что, ты будешь верить лаборатории, которая тебе даст хорошо даже на токсинный анализ, вот этот вот, да, результат, у которой заведующая утверждает, что коли бактериоза нет у птиц. Ну я надеюсь, что там все-таки какие-то есть показатели, маркеры, да, что вот это самое, ты не можешь этого не увидеть и фальсифицировать, как бы, да? Знаешь, что я тебе, дорогой, скажу? Единственный маркер лаборатории является, в том числе, один из главных. Это ее управляющий, заведующий, понимаешь? Тот, кто заведует этой лабораторией. Это показатели. Это показатели. А вот и все. А вот это еще ее. А вы что, не знаете? Вы это не знаете? У птиц температура 40 градусов, 41. 42. 42. Вы что, не знаете? Мы знаем. А полибактерия гибнет при этой температуре. Она не живет в птице. Вы что, не знаете? У меня аж глаз левый задернулся. Субтитры сделал DimaTorzok